Спасибо. Слава Христу. Аминь. Да. Нам Господь оставил свой закон, который надо бы соблюдать. Жить по-божески, готовиться к исходу из этой жизни, и что нам уготовано? Думать. Там есть только рай и ад. Серёдки нету. Они все же Библию соблюдают, правильно? Да. Все грешат. Мы её читаем, исследуем. Все заедут. Как говорится, в семье они без уродов. Поэтому все грешат. Ну, да Господь и говорит, пришёл, говорит, не ради праведных, а ради греших. Во враче нужду имеют больные. Он умер за наши грехи, Христос, и воскрес. И другого пути спасения нету. Только через Иисуса Христа. А вы батюшка или просто очень сильный верующий? Ну, как? Я с детства верующий. Это, может, два года уже верил. Но по Евангелию, в 23 года мне дали Евангелие, я работал на корабле в это время. Я обратился, уже через полчаса я был совершенно другой человек. Бог дал духовное рождение и крещение Духом Святым. Отец, если попрошу помолиться за меня, могли бы там в церкви повториться? А как вас звать? Звать как? Так меня зовут Эмиль, но когда меня крестили, назвали под именем Александра Мученика. Ну, да поможет Господь устроит. У меня брат священник. Мы ходим постоянно в храм. У нас община отдельно зарегистрирована. Если вы зайдете, вот, ну, вам сейчас не запомните, я два слова бы вам сказал на память. Игнатий Лапкин, это я. Если вы, Игнатий Лапкин, заряете в скайпе, вы на меня выйдете. Я вам скину огромные наши ресурсы. Ютуб, канал. Вот 17 300 роликов у нас. Мы строим деревню православную отдельно. Это очень интересно. Сейчас вот выставляют в Ютубе мои вопросы-ответы, которые я давал студентам. В милиции вел занятия, три радиопрограммы. Игнатий Лапкин. Я один в интернете с этой фамилией, именем. Да благословит Господь. Вы едете, я гляжу. Слово, говорите, я не пойму это. Ислам, Ислам. К Ислам? Я Ислам. К Исламу. Ну, как я буду к нему относиться? Есть люди, которые верят, что у них есть священная книга вот эта. Коран. Коран, да. Они отвечают сами за себя, я за себя. Я делаю то, что у меня в Библии написано. А в Библии написано так. Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А в Евангелии от Яна, 3 глава, 36 стих говорится. Верующий в Сына Божия, Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это для всех написано, какой бы веры ни был. Вот читаем послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Говорит, если бы мы, апостолы, или ангел с неба, будет не то благовествующие, что написано в Библии, что Христос умер и воскрес, анафема, то есть проклятие ему. Я верю в это, я этим живу. А уже кто там верит в другое, ну, пускай он у Бога выпросит милость понять, где спасение. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, потому что у Бога другая шкала. Первый Адам и Ева согрешили, и все люди умирают. Какой там грех-то? Плод вкусили. Умерло больше 100 миллиардов людей. И так жертва Христа превышает всякие грехи. Считаем закон Божий, написанный в этой книге, и прилагаем силы, чтобы исполнить, как Господь обещал, чтобы после смерти быть в раю, а не в аду. Там ни один прелюбодей, пьяница, наркоман, матершинник в Царство Божие не попадет. И мы это говорим, пришли сюда, в это место разврата, в эту рулетку. Правильно. Да. Христос умер за наши грехи, Он может простить, потому что наш грех уже искуплен. И мы в это верим, и людям говорим. А вы много грехов совершили? Как говорите? Вы много грехов совершили, как вы думаете? Грехов много ли у меня? Да. Ну, конечно, я во грех, в беззаконии, в зачатии, в грехе родила меня мать моя, Псалом 57 стих. А Ева 14, 4 написано, кто родится чистым от нечистого? Не один. Само зачатие уже греховное. А дальше жил как... Да я не делал то, что люди делали. Я, наверное, с двух лет уже знал. У нас старообрящие корни. Мать сказала, нельзя в пионеры вступать, комсомол. Нельзя плясать. Материться. Я еще ни одного матерка не сказал, а мне 81-й год. Нельзя воровать. Нельзя с женщинами дело иметь. С женщинами. И меня Бог сохранил. Сохранил и память, и все, потому что блуд и компьютерные игры мозги полностью сжирают. Дай Бог вам здоровья. И вам дай, Господь, здоровья. Всем познать истину. Евангелие Атанас 14, 6 написано. Иисус сказал, я, ясен, путь, истина и жизнь. Не один из путей, а единственный путь. И мы живем это свидетельствуем людям о Боге. Иншаллах вам здоровья. Храни вас, Господь. Во славу Божию. Это. Сторонность того, что навести порядок в России. Да, мы вчера с вами хорошо побеседовали. Да, 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 да. У Бога вымерена жизнь каждого человека. Он предлагает. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Свет и тьму. Благословение и проклятие. Добавляет, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Вот. Вам не в обиде. Я видел человека. Его даже судили здесь, в нашем городе. Фамилия Соложицын. Помните такого? Не знаю. Как фамилия? Он писал. Соложицын. Не знаю. Он писал все время против государства. Ну, может быть и так. Такие были, которые писали. Вот вам копия похожа. Вот все, борода и вот это, внешность. Мы должны людям говорить о Боге. Вот начинают все время. Виноват Путин, виноват Трамп, виноват я. Вот тогда это будет конструктивная программа. Я должен сам взвинуться и работать, и помогать, и видеть, кто во мне нуждается. А если не нуждается никто, зачем мне на земле нужен? Виноваты все. Все. Да. И вот поэтому... Один человек не может быть виноват. Да. Поэтому мы говорим о Христе, который взял на себя грехи мира, умер за нас. И мы покаялись, и теперь Господь дает новую жизнь. Да. А в каком городе живешь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Дай Бог, что дотянуть до 100 и без ремонта. Ну, а то Бог уж как посмотрит. Ну, да. Ну, Ваши края, хорошая пивоза. Ну, хорошая. Вот, знаете, Ломоносов говорил, Россия будет перерастать Сибирью. А в Сибири, Алтайский край, это жительница Сибири. Ну, да. И у Вас еще какой-то камень есть, да? Да тут все есть, все есть. Дело в том, что тут пшеница, подсолнечник, горох, гречка, лен, бескрайние просторы. Вот у меня знакомый здесь, рядом с нами живет. У него 6700 гектаров земли. Да, люди здесь работают только. Вода рядом, близкая. Но погода... Воды много у Вас. Да, воды много. Вот мы новую деревню строим, бывшая наша, заброшенная. Получили статус. Начали строить. Первым делом храм построить. Потом школу, государственная школа. Учителя зарегистрированы во власти. Вот. Скотину разводят. Дороги сами делаем. Восстановили 6 прудов. Зарыбили. Там 3 пруда с рыбой. Своя теперь рыба. К нам никто претензий не может иметь. А у Вас больше территория горная, лесная или равнина? Лесная. Равнина. Равнина. Равнина? Да. А горный Алтай у нас тут рядом горная. У нас нет гор. У нас до горизонта поля идут. Конца не видать. У меня мой брат, говорю, родной служил, я не знаю, в каком городе, не помню, в Алтайском крае. Он служил там. Был где-то, где-то 78-79 год. Но он рассказал об этом, когда перезывался. Ну да. Природа хорошая. Природа и земля плодородная. Земля. Да. Лес много. Евдокимов. Евдокимов же оттуда, который умеет. Михаил Евдокимов. Ой, леса есть. Леса. Воды разные. Озера. И грибе. Да. Было бы желание служить Богу. Вот у нас деревня-то была разрушена, мы с нуля строим ее. А жители-то, многие разъехались по другим селам-то. И одного из наших потеряевских, потеряевка, это деревня наша, его поставили в соседнем селе 10 километров председателем колхоза. И вот проходит время какое-то, и дочка говорит, папа, у нас все есть. А он пчеловод, у него там много этих, улев, пчел. Ну живут, вот все у них есть. И люди хорошие. Ну почему у нас радости нету? А вот эти потеряевки живут, у них ничего нету. Ну почему у них всегда радость такая? Потому что мы в Боге живем. И мы смерть не признаем. Мы знаем, это переход в другое состояние. У нас никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Понимаете? Большая семья. Мне как старшему человеку, который много знаете, наверное, Вы же все время совершенник книгой с Библией. Вот я хотел бы узнать, это мир или существует в загробной жизни? Реальность даже большая, чем настоящая жизнь. Можно верить, да, Вер? Ну как же не верить? Иоанн Златоуз говорит так, это патриарх Константинопольский, где Стамбул сейчас. Это начало пятого века. И он говорит, просто так доказывает, скажите, на земле справедливость торжествует? Все говорят, да какая справедливость? Вот богатые депутаты такие деньги получают, там министр получает 3 миллиона в месяц, а у меня вот за 35 лет трудового стажа, пенсия, 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Ну какая справедливость-то? Сажают невинного человека, бывает и судья оправдывает там за взятки. Значит, все соглашаются, справедливости нет, а бог справедливый? Да, справедливый. Значит, справедливость восторжествует в другом месте. Несправедливость доказывает, что будет божий суд там за гробом, когда все воскреснут, и будет всемирный божий суд. Вот как надо понимать. Слава Иисусу Христу! Удачи, здоровья вам! Всего хорошего вам! До свидания! С Богом! До свидания! Господь показывает, что если я верю, я стремлюсь к высшему. А они верят, у них ничего нету. Каждый день я дальше состарился и помер. Любой император, любой король умирает. Согласен. Я ненавижу атеиста. Вы Господа Бога Иисуса Христа знаете? Да, конечно. Веруете, молитесь? Да. Можно вас узнать? Не молитесь? Молюсь, молюсь. А мы молимся семь раз в день по сто поклонов. Храм рядом. Суббота, воскресенье ходим в храм. Надо ходить на исповедь, если священник допустит, причастись для славы Божией. Потому что... Можно вас узнать? Можно узнать? Да. Вы гетеросексуал. Как? Вы гетеросексуал. Вы хотите знать, где я нахожусь? Нет. Вы гетеросексуал. Ну, какие-то слова непонятные. Может быть, потихоньку говорите. Вы гетеросексуал. Гетеросексуал. Ну, ладно, непонятно. Напечатайте. То есть, это... Бедного экран такой неточный.